итак дорогие друзья новый год скоро 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 совсем уже не за горами так вот очень популярно в россии салат оливье уже всем надоел поэтому я предлагаю некий аналог оливье салат восточный а как его сделать сейчас увидите для начала я сварил баранину просто лопаточка жир весь убрал только мясо поставил на таймер 20 минут ровно выключил все мясо остывает нам нам нужно остывшие теперь я дальше делаю вот что включаю сразу плиту у меня индукционная быстро нагревается хорошо управляется слайдером раз два три четыре сюда я отправляю морковь я нарезал кубиком ее я надеюсь никому не надо показывать как резать морковь кубиком сразу же сюда добавляю черный перчик вернее у меня смесь перцев сразу же соль и сюда же я добавляю что масло растительное масло немножко добавляем сюда же много нельзя еще у меня есть вот такая вот черная зира здесь буквально пару щепоток она мелкая это узбекская зира не огромная иранская а мелкая узбекская она ароматнее вкуснее ну и как у нас восточный салат без зиры но такого не может быть все ее можно немножко порезать вот так на девяточки как моментально сковородка нагревается нас морковка должна быть полусырая поэтому нам нужно ее всего лишь обжечь а сильно долго готовить не нужно так морковочка готова убираем когда у нас морковка уже ушла с подогрева вот тогда мы сюда отправляем зиру для того чтобы зира нагрелась но не жарилась что делаем с луком сначала режем вдоль мелким кубиком а потом поперек у нас получается вот такой кубик который отправляю в чашку добавляю сюда чуть-чуть уксуса лук у нас будет мариноваться обязательно соль и чтобы сильно не пахло уксусом нужно добавить за чего две ложки бульона от баранины тогда мы бульоном разводим уксус сок аромат баранины все это вместе замаринуют лук как надо теперь переходим к основному достаем баранину и режем ее мелким кубиком в идеале она должна быть остывшая но у нас времени нету потому что новый год скоро а салаты на столе еще не стоят это упущение поэтому я режу ее теплую баранину соответственно баранину всю в тазик в котором будем замешивать наш восточный салат баранину варите хорошенько чтобы она была мягкой иначе будут проблемы с гостями скажу что это вы баранину не доварили не получается так надо чтобы все было мягенько русский человек любит когда все мягко сочно жирно и главное что было много майонеза русского человека не перешибить палкой говорят чем больше майонеза тем салат удался теперь соленые огурчики именно соленые не маринованные без всякого уксуса может уксус у нас уже в луке есть маринуем с уксусом да здесь должны быть бочковые я вот такие нашего корнишончики купил на рынке если у вас огурчики маленькие просто режьте их на четыре части вдоль вот таким кубиком вернее треугольником отправляйте сюда же конечно такой восточный салат хорош для любого мужичка будь он маленький или большой самое главное русский русский мужик любит что чтобы было побольше мяса чтобы было все сытно и чтобы этим можно было закусывать правильно спиртные напитки теперь берем перец цицак это мой любимый перец во многих рецептах я его использую это просто соленый перец хоть его многие называют маринованным нету там уксуса это чисто соленый перец ничего страшного если у нас тут немножко семечек попалась вообще не имеет никакого значения отправляем все это сюда и теперь пора отправлять морковку потому что она уже остыла сюда морковку с зирой которая нагрелась и раскрыла нам свой яркий восточный аромат перемешали класс класс это то что нужно теперь перец добавляем сюда не хватает не перца кто любит перца поменьше конечно поменьше вы понимаете обязательно сюда красный базилик красный базилик и укроп прям не жалейте не жалейте как говорил дедушка еврей главное заварки не жалеть чем больше зелени тем ароматнее получается любой салат красный базилик дает яркую пряность укроп свежесть и подчеркивает тоже пряный аромат вот вместе эти две зелени конечно они дают совершенно иной вкус как стоит к ним добавить что-нибудь типа зеленого лука или кинзы сразу же картина все меняется теперь лук который у нас промариновался нужно тарелочку наклонить так чтобы жидкость остекала а лук мы отправляем сюда же не переживайте что он крупный главное его хорошенечко замариновать в уксусе тогда он получается довольно вкусный так 3 столовые ложки я сюда добавил этого будет достаточно теперь конечно же зеленый горошек обычный российский консервированный зеленый горошек я взял маленькую банку и всю эту маленькую банку отправляю в салат но про заправку меня не спрашивайте без майонеза в россии не обходится ни один салат тем более новогодний поэтому чтобы смягчить нашу заправку я добавил сюда на одну столовую ложку майонеза одну столовую ложку сметаны так получается более интересно и теперь мешаем 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 получаем вот такой красивый сочный ароматный вкусный салат это еще не все соль регулируем сами кому как нравится кто-то любит более соленый тут вообще соленые огурцы которые уже дают определенную соленость но смотрите сами главное попробовать и понять чего там не хватает ух ты я не ожидал такой среднеазиатский льве очень кстати хороший выкладываем горкой салат на праздничный стол на праздничный стол он должен конечно же идти в огромном салатнике чтобы на всех гостей хватило этого вкуснейшего блюда а теперь украшаем вот такими рубиновыми зернами граната яркими красивыми новогодними гранат не жалейте это очень вкусный фрукт в любом салате он отлично играет вот такой яркий праздничный салат готов причем он может составить самое что ни на есть сильную конкуренцию для всеми любимого оливье попробуйте мидея почувствуй себя дома